Здравствуйте, уважаемые члены президиума и слушающие. Вашему вниманию представлена работа на тему современный взгляд на проблемы геморрагической лихорадки с почечным синдромом у взрослых и детей. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это острое природное очковое заболевание, проявляющееся геморрагическим синдромом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Существует множество синонимов ГЛПС, они представлены на данном слайде. Международные классификации болезней ГЛПС выделяют в отдельный класс. На данный момент ГЛПС занимает ведущее место среди природных очковых болезней человека в Российской Федерации. Если проанализировать динамику заболеваемости ГЛПС за последние 10 лет, то самым высоким показателем является 2019 год. Всего зарегистрировано 13 996 случаев, из них 40 летальных. Заболеваемость ГЛПС регистрируется на территории Российской Федерации в течение всего года. На пик заболеваемости приходится на осенний период. Достаточно сложная ситуация по заболеваемости ГЛПС наблюдается в субъектах Приволжского федерального округа, заболеваемость которым в 4 раза выше, чем в среднем по России. Наиболее частые вспышки ГЛПС происходят именно на территории Саратовской области. В 2019 году за 8 месяцев зарегистрировано 1956 случаев заболевания ГЛПС. Показатель заболеваемости составил 79,5 на 100 тысяч населения, что в 9,2 раза превышает средний многолетний уровень. Основными путями заражения человека являются воздушно-полевой и контактные. Допускаются возможности заражения элементарным путем. Передача инфекции от человека к человеку не происходит. По результатам проведенного опроса больниц ГЛПС установлено, что в 100% случаев инфицирование произошло воздушно-полевым путем, в том числе у 75,6% инфицирование произошло на территории зеленой зоны города Саратов. У 24,4% заболевших инфицирование произошло при выезде в лесные зоны и садово-огородные участки в других районах области. Предыдущий подъем заболеваемости ГЛПС отмечался в 2014 году, когда было зарегистрировано 1125 случаев. По данным управления Роспотребнадзора, по Саратовской области в 2019 году рост заболеваемости предшествовала высокая численность и инфицированность вирусом ГЛПС основного носителя хантавируса рыжей полевки, а также ранее подснежное размножение зверьков. По результатам анализа эпидопостановки в 2019 году можно сделать следующие выводы, касающиеся эпидемиологических особенностей ГЛПС. Тесный контакт заболевшего населения с природными активными очагами ГЛПС преимущественно расположен на кумысной поляне города Саратова. Преобладание лесного типа заражения, превалирование средне-тяжелых форм заболевания, высокая вовлетенность в эпидемиологический процесс мужчин, преобладание среди заболевших в возрастной категории от 20 до 49 лет и низкий выделенный вес детей среди заболевших. Согласно клиническим рекомендациям по ГЛПС, в клинической картине выделяют 6-7 основных клиник оптогенетических синдромов общетоксический, гемодинамический, почечный, геморрагический, абдоминальный, нейроэндокринный и респираторный синдром. ГЛПС характеризуется циклическим течением с последовательной сменой периода инкубационного, лихорадочного, олигонурического, полиурического и периода лекомалисценции. Инкубационный период длится в среднем 2-3 недели. Лихорадочный период развивается острость, повышение температуры тела, основы и общетоксических симптомов. В разгар лихорадочного периода появляются геморрагические высыпания на слизных оболочках полости рта, кожи грудной клетки, подмышечных областей и шеи. В олигонурический период температура тела снижается до нормы или с уфибрильных цифр, но это не приводит к улучшению состояния пациента. В эту стадию еще более усиливаются симптомы интоксикации, возникают признаки поражения почек, нарастают боли в пояснице, резко снижается диурез и развивается артериальная гипертензия. В моче появляются гематурия и претейнурия. В длинное состояние азотомии развивается острая почная недостаточность, а в тяжелых случаях развивается уравническая кома. У большинства больных отмечается неукротимая рвота и диарея. Геморрагический синдром может быть выражен в различной степени, включая в себя макрогематурию, кровотечение из места инъекций и различных органов. Полиурический период характеризуется нормализацией сна, аппетита, прекращением рвота, исчезновением боли в пояснице. Характерными признаками данного периода являются увеличение суточного диуреза до 3-5 литров и загиб остеонурия, также сухость во рту и жажда. Период урека инвалиденции затягивается на несколько месяцев и даже лет. У больных долго сохраняется постинфекционная остеония, характеризующаяся общей слабостью, снижением работоспособности, быстрой утомляемостью и эмоциональной лоббильностью. В настоящее время, согласно литературным данным, замечают следующие клинические особенности ГВПС у взрослых. При обладании атипичных стертых форм ГВПС, длительная субфибрильная лихорадка, нередко бледность кожных покровов пожилых людей, высокая частота поражения легких в виде пневмонии. К нами было проанализировано 42 истории болезни детей с ГВПС, находящихся на лечении в областной инфекционной больнице в период с мая по ноябрь 2019 года и были выявлены следующие клинические особенности. Клинические проявления ГВПС у детей чаще протекают на атипичной и более легкой форме, чем у взрослых. Тяжелые течения в основном наблюдаются у детей старшего возраста, доминирует лихорадочный период, олиганурия и полиурея отсутствуют 95% больных, отсутствуют изменения в общем анализе мочи у большинства пациентов и высокая частота тромбоцитопении. На данном слайде представлены критерии тяжести ГВПС у детей. Было выявлено, что печень является вторым по поражению органа при ГВПС после почек у детей. Поражение печени появляется повышением концентрации в олиганурическом первую неделю полиуреического периода, как специфических, это у гистидаза и у органината, так и неспецифических ферментов печени. Клиническая диагностика ГВПС основывается на цикличности течения инфекции, характерной смене периодов, изборе и эпиданамнеза. При проведении неспецифического обследования учитывается динамика изменения показателей общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи, когулограммы. С целью оценки тяжести течения и прогноза заболевания проводится УЗИ почек, ФГДС, регионография органов грудной клетки и другие исследования. Специфическая лабораторная диагностика проводится с помощью сериологических методов в динамике. Антитела суретки крови появляются в конце первой недели заболеваний и к концу второй недели достигают своей максимальной концентрации и сохраняются крови в течение 5-7 лет. РНК вируса может быть выделено при помощи пациентрасследования. Имеются литературные данные о новых биомаркерах раннего острого повреждения почек при ГЛПС. Было выявлено значительное повышение уровня цитостатина С и альфа-1 микроглобулина в плазме и моче у больниц ГЛПС, что предсказывало тяжелое и острое повреждение почек, в то время как уровень креатинина, традиционного биомаркера, соответствовал норме. Следовательно, цитостатин С и альфа-1 микроглобулин являются наиболее чувствительными, наиболее ранними маркерами по сравнению с креатинином, прогнозируя неповреждение почек при ГЛПС. И это может позволить начать специфическое лечение значительно раньше. ГЛПС дифференцируется со многими заболеваниями, они представлены на данном слайде. Согласно клиническим рекомендациям, лечение ГЛПС комплексное, проводится с учетом коррекции основных патогенетических синдромов, интоксикации, остропочной недостаточности, ДВС-синдрома и развившихся осложнения, а также сопутствующих заболеваний. Объем помощи зависит от тяжести и периода заболевания. Таким образом, лечение больного ГЛПС должно быть индивидуализированным. Теотропная терапия при ГЛПС у взрослых детей может дать положительный эффект только в первые 5 суток болезни. В основном он означает медикаментозное лечение препаратами, которые ингибируют синтезы РНК. Это препарат репавирин. Также имеются данные о эффективности препарата икотибант. Имеются данные об использовании препарата анаферона детей в качестве итиотропной, а иногда и патогенетической терапии. Но данный препарат не входит в клинические рекомендации по лечению ГЛПС. В большинстве случаев лечение ГЛПС ограничивается только патогенетическими и симптоматическими методами. Благодарю за внимание!